В Казахстане намерены бороться с оттоком капитала в офшоры. Так, Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. В последнее время наметилась тенденция вывода капитала по вновь разработанной схеме, когда компания из Казахстана выступает якобы посредником и перечисляет за рубеж денежные средства за поставку товаров в другие страны. Это позволяет беспрепятственно выводить деньги вообще в обход валютного контроля, сказал заместитель руководителя управления профилактической работы и контроля комитета госдоходов ведомства Абзал Байманов. По его информации, в 2013 году подобным образом из страны было выведено около 400 миллионов долларов, а за последние 20 лет отток капитала из Казахстана в офшоры составил порядка 140 миллиардов долларов. С 2010 года количество юрлиц, учредителями которых является предприятие, зарегистрированный в офшорах, выросло более чем в пять раз. Объем таких переводов из Казахстана в 2012 году составил 1 миллиард 400 миллионов долларов, что в три раза больше возвращаемых обратно средств. На казахстанской бирже с момента открытия торгов китайской валютой заключено 36 сделок на 4,5 миллиона юаней. За этот период всего продано юани на 131 миллион тенге, пишет ЛС. Таким образом, в республике в среднем в день продавалось около 350 тысяч юаней. Еще до открытия торгов данным инструментом мы предполагали, что в первые месяцы торгов активность не будет высокой по целому ряду факторов, в том числе исходя из того, что подавляющее большинство трансграничных расчетов осуществляется в долларах, и, соответственно, цены контракта фиксируются в валюте расчетов, пояснили в пресс-службе. Напомним, торги китайским юанем на казахстанской фондовой бирже стартовали в сентябре 2014 года. Исландия намерена официально отозвать заявку на вступление в Европейский Союз, пишет независимая интернет-газета Еврообсервер. Такое заявление сделал в эфире радиостанции премьер-министр Исландии из лагеря евроскептиков. Для осуществления данного шага парламент Исландии должен принять соответствующее постановление. Напомним, что Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в июле 2009 года в условиях тяжелого финансового кризиса. Однако в 2013 году, после прихода к власти в стране коалиционного правительства евроскептиков во главе с нынешним премьером, переговоры были приостановлены. Япония и Китай впервые с 2012 года обсудят взаимоотношения в финансовой сфере, передает Интерфакс. Министры финансов двух стран проведут 6 июня официальную встречу впервые за три года, сообщает японские СМИ со ссылкой на источника в японском Минфине. Известно, что главный финансист Японии Таро Аса и его китайский коллега Лоо Дзи Вэй обменяются мнениями по макроэкономике и поддержанию сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. Также, возможно, на повестке дня будет вопрос об Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Напомним, инициатива создания АБИИ принадлежит КНР, и в него входят 57 стран. Однако в этом банке не состоят такие страны-члены G7, как США, Япония и Канада. Как отмечают западные СМИ, АБИИ создается как конкурент Всемирному банку, что вызывает недовольство со стороны США. Мировой рынок меди будет профицитным в 2015-2016 годах, прогнозирует Международный совет по обработанной меди. По мнению экспертов, за этот период перепроизводство сырья составит около 225-300 тысяч тонн. Спрос на рафинированную медь в мире увеличится по итогам текущего года на 1,8%, до 21,8 миллиона тонн. А в следующем году вырастет на 3,2% и достигнет 22,52 миллиона тонн, сообщило агентство Bloomberg. Добыча медной руды, как ожидается, повысится в 2015 году на 3,8%, в 2016 году на 6%, в то время как производство рафинированной меди поднимется соответственно на 2,2% и 3,5%. И на этом пока все. Я напомню, все наши выпуски вы найдете на сайте 24KZ. Всего вам хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова